Я всегда хотел сниматься в кино, то есть я ради этого играл в КВН. Из 8 лет на второй год в КВН я уже понял, что я хочу сниматься в кино. И 6 лет я просто играл в миниатюрах, участвовал. Мне нравилось перевоплощаться резко во врача, резко там, не знаю, еще в кого-то, в собаку, там, ну, кем угодно, да. И всегда у меня была конечная цель в этом творчестве, это все равно кино. Есть такая отдельная еще мечта именно в сфере кино. Я хочу сыграть в новогоднем фильме, чтобы премьера вышла там 30 или 31 декабря, чтобы шел снег, чтобы был, то есть, предпоказ, чтобы я пошел со своей семьей, сел, чтобы прям я знал, что на улице прям снег такой идет, чтобы такая атмосфера, чтобы все сидели в кофтах с оленями, чтобы все такие зимние, все такие счастливые. И ты сидишь, и просто начинается фильм, ты в главных ролях, конечно же, новогодний фильм, семейный такой, максимально такой дружный, с хэппи-эндом такой. И ты просто сидишь и даришь настроение людям. Вот такая весь мечта. Хочу сняться в новогоднем фильме. Почему в Инстаграме аудитория, типа, не то, что ценит, а респектует мне за то, что я такой живу? То есть, в жизни, если меня там кто-то видит, они говорят, ё-моё, там, ты такой простой, а касса, блин, брат. То есть, я, у меня нет такого, что если у меня нет настроения, я кому-то там не так, не так поздоровался, там, не так сказал, или там сфотался, как-то возвышенно, знаешь. Я очень простой к людям всегда, вот вообще максимально простой. Вот я здесь, вот пойдемте, давайте, давайте, эй, 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 опа, опа, вот такой. В колледже я начал играть КВН раз, у нас уже там был зеленый свет везде, потому что мы там как КВНщики, там, где-то победили, там, директор знает. Мы зашли, короче, такие, все, уже на пару, чуть опоздать можно было. Потом во второй раз, второй год, то есть, колледжа я был президентом колледжа, и все, и вот тогда вообще у меня звезда вот здесь была, вот так я вот так ходил. Вот, а потом нет, потом все. Потом все стал простым уже, президентом перестал быть колледжа и стал простым человеком. Да я шучу, я даже тогда был тоже простой. У меня, не знаю, у меня папа, наверное, всегда, он был, прикалывался, дома всегда ходит, что-то прикалывает, шутку кинет, там, смешно, и как-то, не знаю, это, во-первых, мне кажется, передалось, наверное, гены, а во-вторых, тренировки. То есть, ну, в 2011 году я поступил в колледж, собрал команду, мы начали играть в КВН, и это ежедневные, прям вот так почти круглосуточные тренировки. Мы берем прямо А4 листы, садимся на мозговой штурм, то есть, садимся в круг и пишем-пишем шутки. То есть, у каждого своя тема, то есть, у меня, например, лист, у меня геополитика. Я должен писать шутки только про геополитику, про отношения, там, Казахстана, что-то с кем-то, с кем-то и так далее, тому подобное. У кого-то, там, на определенного актера нашей команды, на него шутки, на какого-то персонажа, то есть, и мы меняемся вот так, и этот штурм идет, там, часа 3-4, наверное, мы пишем-пишем-пишем-пишем, и это, мне кажется, ну, уже как-то натренировалось это уже за, сколько, 8 лет. Уже мышление какое-то другое, вообще, у юмористов, мне кажется. Когда ты воспринимаешь какую-то информацию, или читаешь какие-то новости, или слышишь что-то в свой адрес, у тебя сразу в голове, сразу, либо шутка, либо что-то другое. Вообще, в принципе, мне кажется, с нами невозможно разговаривать, потому что я часто это слышал, мой адрес, типа, да с тобой невозможно разговаривать, типа, все, у тебя все шутки. Вот, но, мне кажется, это больше талант, все равно, какой-то дар. Продолжение следует...